Голден Стейт выиграл у Клипперс 7 выездных матчей подряд и явно рассчитывал на продолжение банкета. Тем более, что в состав вернулся Дреймонд Грин, который по привычке делал на площадке всё. Если хочешь сделать что-то хорошо, делай это сам. У Вориорс провисала трёхсекундная зона, и хозяева пользовались этим раз за разом. Шей Гилджис Александер набрал лёгкие очки в проходе. Непривычно настойчивый Данило Галлинари оформил энд-1, поборовшись за подбор после своего же промаха. Лос-Анджелес попёр вперёд, но у гостей включился Кевин Дюрант. Сначала завершил быстрый отрыв, потом завалил трёху, и к большому перерыву парусники выигрывали три очка 64-61. В третьей четверти ничего не изменилось. Тобайес Харрис тоже начал участвовать в обзорных экскурсиях по чужой краске. А тут ещё и пошли фокусы от Лу Уильямса, забившего с фолом цирковой бросок. К результативным подвигам Лу добавлял классные передачи, благодаря которым раскочегарился Монтрес Харрелл. Сегодня у него 23 очка, 8 подборов, 4 блокшота и куча защитных хайлайтов. Досталось даже Дреймонду Грину, неосмотрительно полезшему под щит. А-а, not in my house. За 7,5 минут до сирены Клиперс выигрывали с разницей в 11 очков. И тут Голден Стейт включился. Андре Игудала, раздежавшись, прыгнул со скалы. Лу Уильямс справедливо рассудил, что лезть под эту электричку смысла нет и отошёл в сторону. А дальше настало время Клея Томпсона. На первое трёшечко с получения вынимаете. На второе раздевание Лу Уильямса и элегантный средний. Эй, куда? А десерт? Бултых. Сверхдальнее попадание сравняло счёт. 106-106. В концовке Игудала отзащищался от Уильямса. Дреймонд забрал отскок и понёсся вперёд. Но собрал вокруг себя четырёх соперников и потерял мяч. 48 минут не хватило. Овертайм. Кевин Дюрант играл с пятью фолами и до конца матча не дожил. Неаккуратное движение рукой превратило попытку кражи у Харрелла в шестое персональное замечание. Кэй Ди закончил игру с трипл-даблом. 33 очка, 11 подборов и 10 передач. За старшего у воинов остался Клей Томпсон. Точный средний и вот уже гости впереди. Но Лу Уильямс всё же испортил сопернику вечеринку. Альфонсо Маккини потерял равновесие и завалился на бок. А опытный защитник преобразовал это Уэн Дуан. Сегодня у Лу 25 очков, 14 из 14 с линии и 6 передач. Клей продолжал тащить Вориорс, сравняв счёт с трёхой. На лицевом счёте Томпсона скопилось 31 очко и три передачи. Развязка наступила быстро. Лу Уильямс забил в проходе, а потом добавил к скальпу Милуоке оторванную голову Голден Стейт. Ветеран поймал на детский крючок Кевана Луни и к огромной радости Стива Балмера забил все три штрафных. 121-116. Шестая победа парусников в семи домашних матчах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова